Такое. Игра мне предлагает ехать налево, потому что поставила слева, но и тут врагов ли привезут? Смотрю, примерно оцениваю шансы, кто выиграет шестоны, имеет ли вообще туда смысл ехать. Слишком много ЛТ-шек, ЛТТ-бэхи всякие, 49-ки. Справа будет уныние. Поедем налево, разнообразим геймплей. Алексей Цигус, третий стрим, прошу 28.4. Катни, что думаешь по бану Делюкса? Знаешь, почему конкретно? Тут как-то совпало все с актером, странно. У Делюкса, сколько я знаю, забанили YouTube-канал. За что я так с Димкой еще не поговорил из-впор? Короче, пока не могу комментировать, не знаю, в чем причина и что изменилось. Вы, наверное, даже лучше знаете, потому что он, возможно, на стриме уже 20 раз об этом сказал, и я просто не успел с ним поговорить об этом. Делов что-то слишком много и все-все-все, поэтому фиг его знает. Но сейчас, как я слышал, не знаю, причины, повторюсь, по которой вы забанили канал, но, возможно, как-то связано с тем, что он популяризировал свой Twitch на YouTube. Потому что есть такая тема, что YouTube это не нравится, и он карает всех тех, кто пытается свой Twitch пропихнуть, что типа вот он есть. Это как бы позиция слабая. Вам не кажется, да, когда ты начинаешь бояться кого-то? Что, у нас тут девятка. А у меня футболист на Супер Перши. Не знаю, что делать. Ситуация вообще в этом бою изменилась. То есть, я думал, что в ущелье нас прогонят всех, а вышло наоборот полностью. В ущелье наши задоминировали. А тут у меня девяточка СТшка. А, щас же она говно. Я забыл же, ее же всю броню подпилили. Даже в башне он пробивается. Хотя это каменное место, даже ББшка пробил. Ну-ка, надо ББшкина на минус. У тебя голду включить на всякий случай. Не сорок девятку пожёстно. Ну давай, пупсик, альфани. Кривая ручка. Дай фу... И что мы имеем? Живого, сорок девятого, и мертвого футболиста. Все по справедливости, я считаю. Ну ты мастерски перекрываешь. Когда вылетает альфа меньше четырех стау, тридцать четверо, мне аж прямо физически больно. И так-то все плохо. Павел, извини. Пришло время нашей постоянной рубрики доктор Франкенштейн. В войну финские умельцы поставили башню от КВ-2 на корпус БТ-7. И назвали это чудо БТ-42. Ждем его в игре, чтобы гонять и пулькать. А спонсор сегодняшнего выпуска приложения видеовзвод. Оно для тех, кто смотрит Пашку с телефона. Спасибо большое, водно ухо. Напомню, о чем речь. Человек сделал приложение для Google, ну для всех, я так понимаю, телефонов. Google Play он легко находится. Позволяет смотреть стримы с разных камер, если много савзводных, и каждый стример. И переключаться. Поэтому ищите Google Play. Пользуйтесь. Получилось, кстати, очень вкусно, что я сюда приехал. Наши... Приехали два бал... Ну, один точно балбес-футболист на Суперперше отдался зачем-то. Я ни разу никого не пробил. Что-то прям... Твое лицо, когда ты хотел бы повайнить на то, что 34-ра не очень. Что она косая, что нафиг сводится, что она ничего не... Как бы кроме пробития ничего не нишу. Она вялая и тугая. А сам набиваешь там 3000 урона с девятками. Было бы очень неправильно, конечно, сказать, что это Супер-Мега-прям танк всем покупать. Но. Но. Тот самый момент, когда... Слушай, мы сегодня не проиграли за стрим ни одного боя. Ничего, и так дальше пойдет. И сразу же первый бой поражения. Вот тоже самое. Похвалил танк сразу минувыстрим. Блин, а Федька будет езжать? А, там еще что-то стоит. Ну, серьезно, что ли? Да что за говно-то, блин? Ну, зачем я хуй... Танк говно. Фу-фу. Отвратительно 34-ая. Ужасная. Как на нем играть, не понимаю. Невозможный танк. Хуже всех. Как это работает, я не знаю. Но я буду продолжать его ругать. Ужасный танк. 34-ка. Просто, я не знаю. Любой прям танк лучше, чем 34-ка. Он не попадает. Косой. Ужасный. Самый худший. Поразительно противный. Не знаю, кто его балансил. Вот руки бы оторвать. Ужасная машина. Не попадает. Не стреляет. Не фармит. Ничего в нем хорошего вообще нет. Просто ужасно. Я его ненавижу. Понимаете? Я ни разу не промазал с полной. С водкой, само собой, во всех случаях. Когда я его ругал, а когда хвалил, не мог попасть. Как игра знает. Как игра знает, как ты относишься к ней. Просто я его не понимаю. В общем, ксенонка 34, особенно черная, будем честны, она прям хороша. В какой-то момент, когда два условия нужно, чтобы она игралась, этот танк. Чтобы на тебя не набегала куча врагов, потому что ты по ДПМ и по своим другим поворотам сразу проигрываешь. Если бой степенный, враг по одному подъезжает, или там союзники об него стираются быстрее, чем надо. Прости меня, брат. Спасибо за 1000 рублей. Если вот такая история происходит, то это один из лучших премов. У него, в отличие от лева, есть пробитие альфа. И все. Вот тот самый бой, когда можно подумать, прекрасный танк 34. На самом деле, конечно, он не всегда так хорош, потому что таких боев, как вот сейчас, бывает довольно редко. Но, тем не менее, друзья, все вот у нас налицо. А тут что-то два бобра не поделили, друг друга опетушили. 4400 и пофармил 101 чистыми. С рекордом опыта. Вот и делайте выводы сами, как говорится. В очередной раз удачный бой, и можно подумать, танк хороший, но бывают и плохие бои, и такое все. В общем, 34 в целом терпимо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok